На 101.фм программа «Особое мнение» в Кирове 13.08 и напротив меня весенняя Елена Шмулевич, редактор информационно-аналитических программ телекомпании «Ранкиров». Елена, добрый день. Добрый день. Весенняя у нас сегодня ты. Вот ты уже. Хорошо, что меня не снимают. Я бы камеру, честно говоря, развернула камеру на Юлю. Там есть что посмотреть, поверьте мне. Ну что, Лен, давай начнем с нашей любимой темы, с перелетов. Что? Любимая, да. Ну а что там? Вот смотри, появилась новость о том, что саратовские авиалинии могут установить цены Победы. При этом вот я сейчас прямо перед эфиром поискала на сайте саратовских авиалиний билет, ну, к примеру, из Кирова в Санкт-Петербург на 27 февраля. 4300, самый дешевый билет, осталось их два. Далее цены 8600 и 12000 рублей. Это то, что сейчас летает. Подожди, но ведь нам говорят, что саратовские авиалинии могут. Это ведь не значит, что они это сделают. Да, 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 глава региона предложил перевозчику рассмотреть возможность продажи билетов по цене 999 рублей. Я, на самом деле, очень благодарна главе региона, который это предложил. Но изучение ситуации вот прошлых лет, когда у нас еще не было лукостера, говорит о том, что, ну, по крайней мере, так заявляли все члены правительства, что влиять на цены авиаперевозчика они не могут. Я думаю, что теоретически какие-то договоренности могут быть. И, наверное, могут появиться там какое-то количество очень небольшое, возможно, недорогих билетов. Вряд ли в этой ситуации они сравнятся с лукостером. Но вот даже если говорить... Я думаю, что, наверное, они лукавили, когда говорили, что совсем не могут влиять. Наверное, могут, но влияние это, я так полагаю, должно быть экономическим. То есть, опять же, это какие-то льготы, скидки, дотации региона, на которые сегодня у бюджета денег, к сожалению, нет. Потому что, ну, вот, например, та же история со скидками победы, да, из-за того, что лукостер не платил по полной программе, собственно говоря. Ну, так нам объясняют, что с ним расстались ровно из-за этого. Аэропортовые сборы никуда не деть, да, вот с самолета. И там речь шла о том, что при стоимости билетов победы средней полторы тысячи, мы сейчас не говорим про 999, их реально было очень немного этих билетов. Слушай, я сама практически постоянно летала за эти деньги. За 999? Просто мы успевали их поймать, да, эти билеты. Ну, я не могла так купить, например, да, но это не столь важно. Там полторы тысячи, хорошо, но все-таки это не пять. Вот там, как я понимаю, обозначался при полной оплате услуг аэропорта, которая сегодня объявлена, на пассажира приходилось бы тысяча рублей. Вот из этого там 180-местного Боинга. То есть билет дорожал на тысячу. Ну, если он подорожает на тысячу у саратовских авиалиний, то мы понимаем, что это в пределах каких-то там 15-20% на стоимость билета. А если он так дорожает при стоимости в билет в тысячу полторы, то это, считаю, что 100% на оценка. Вот, поэтому, ну, наверное, в части, может быть, снижения каких-то сервисных оплат, наверное, может правительство влиять. Не знаю, насколько здесь силен административный ресурс. Мне, честно говоря, хочется верить в хорошие... Новости. В хорошей новости, да. И в то, что это выполнимо, но пока я вот не понимаю, как, если честно. Ну, то есть по большому счету получается, что пока это такая пиар-акция. Ну, я тебе хочу сказать, что если это неправда, то это не пиар-акция, это анти-пиар-акция, поэтому я не думаю, что... Нет, ну, никто ведь не мешает, да, в РИУ губернатора предложить саратовским авиалиниям сделать часть билетов по 999 рублей. Точно так же, как никто не мешает саратовским авиалиниям сказать, ребят, компенсируйте нам столько-то денег, столько-то билетов получите за 999 рублей. Ну, да, да. Ну, не говоря уже о том, что мы еще раз вернемся к интерпретации, да, которая прозвучала, вот, я не знаю, как там написано на самом деле, в СМИ новость как звучит, что саратовские авиалинии могут. Вообще, много чего все можем. Делаем ли мы это, вот в чем вопрос. Могут, наверное, могут и бесплатно повезти теоретически, там, в течение какого-то времени, как бы бесплатно. Ну, вот я могу сейчас процитировать, да, то, что предложил глава региона перевозчику. Конечно, количество таких билетов будет ограничено, такой билет нужно будет ловить, правила его продажи установит сама авиакомпания, но важно, чтобы его действительно и реально было купить именно по этой заявленной цене. Ну, хотя бы сильно заранее. То есть, вот, все-таки мы говорим о какой-то социальной составляющей, и понятно, что те, кому надо лететь, полетят и за 5 тысяч, и за 10, значит, тебе не настолько это надо. Но есть еще, ну, скажем так, не самые социально защищенные слои населения, у которых, ну, не позволяют доходы летать вот так. И я считаю, что лишать их возможности летать дешево, конечно, не очень правильно, честно говоря. Я уже не говорю о семьях с детьми, да, которые должны там несколько пересадок сделать, чтобы куда-то улететь. И когда получается, что билет до Москвы дороже, чем билет, условно, там, на какой-то курорт или с границу, ну, это печально, безусловно. Ну, вот я, насколько знаю, по курортному направлению у нас все очень хорошо, по крайней мере, то, что мне сказал министр транспорта правительства Сергей Мишногорский. Речь идет о том, что на самом деле кировчане очень активно летят на юг России. Речь идет о Краснодарском крае, о Сочи, Симферополе и что там у нас еще есть, по-моему, не знаю, Геленджик есть или нет, Анапа 100% есть направление. И по этим направлениям реально авиаперевозчики хотят работать с Победилово, потому что загрузка рейсов, ну, там, 100% практически, может быть, за счет того, что они увеличат количество бортов на юг, они смогут позволить себе сделать какой-то дисконт на самолеты, которые летят до Москвы и Петербурга. Я не знаю, вполне возможно. Но, по крайней мере, там, суть по всему, чуть не очередь стоит, чтобы летать в южном направлении с Кирова, потому что удобно, на самом деле, особенно тем, кто летит с детьми, с семьей, да, улететь. Ну, особенно, если сравнивать с поездом 40 часов. Улететь прямо, не залетая в Москву, это, правда, очень здорово, и это, конечно, бы серьезно помогло людям отдыхать летом. Ну, это действительно так, посмотрим, как оно будет на самом деле. Вот один из первых материалов твоего проекта совместного вместе с порталом newsler.ru «Хорошие новости» посвящен как раз именно теме перелетов. У меня, к сожалению, сейчас нет возможности посмотреть видеоматериал. Но, вообще, расскажи, что за хорошие новости такие? Ну, на самом деле, хорошие новости, они такие немножко, может быть, сырые. Немножко, да, с сарказмом с некоторым, да. То есть ситуация, на самом деле, ну, мы знаем, что была печальная. Вот на тот момент сейчас, вот, судя по последним новостям, может быть, она и поправится. Ну, на тот момент было очевидно, что вместо там полутора тысяч нужно заплатить от пяти до десяти, чтобы куда-то там улететь. Мы попытались найти в этом хоть что-то хорошее. Ну, вот из того, что мы нашли, это, скажем так, после анализа ситуации, я пришла к выводу о том, что реальный аэропорт победил. Его не нужны деньги победы. Видимо, есть какие-то варианты закрытия этих дыр, которые образовались после ухода лоукостера, какими-то другими, в общем, доходами. Ну, вот, собственно, на этом и все. А в этом состоит хорошая новость. Ну, я тебе не могу сейчас рассказывать весь проект. Спасибо за рекламу проекта. Его можно посмотреть на сайте newsler.ru. Есть ссылка в верхнем меню «Хорошие новости». Вот, да, и, наверное, повторять это все неправильно. Ну, вообще о самом проекте, да, ты рассматриваешь события с несколько иной точки зрения, да? Я пытаюсь рассматривать события. Я уже, конечно, за это получила, там, с точки зрения критики тех, кто смотрел. Ну, на самом деле, мне хочется даже о печальном рассказывать весело. Ну, во всем есть доля какой-то иронии, доля юмора в любых событиях, на самом деле. И надо просто поискать что-то хорошее. Одна из последних новостей, которая представляла, была о том, что на Чпецком Гамазе будут производиться сыр пармезан. Если кто не знает, пармезан по определению производится в провинциях Северной Италии, там, да, в нескольких провинциях. Ну, я предположила, что это ведет к какому-то повсеместному сотрудничеству с Северной Италией. Лена, нам сейчас нужно прерваться. Я напомню, что это особое мнение Елены Шмулевич, редактора информационно-аналитических программ телекомпании «Рэнкиров». Буквально на минуту мы уйдем на перерыв и скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Елены Шмулевич, редактора информационно-аналитических программ телекомпании «Рэнкиров». Ну, давай, Лена, перейдем к политике. Может быть, в этом тоже ты найдешь что-нибудь хорошее? Непременно. В политике много хорошее. Ну, вот давай тогда. Одна из самых обсуждаемых тем минувшей недели – это история с самовыдвиженцами на губернаторских выборах. Решение этого вопроса федеральный центр отдал на уровень регионов. И наш регион не применил воспользоваться этой возможностью. Вот буквально недавно депутат ОЗС Сергей Редькин внес инициативу самовыдвиженцев на выборы не пускать. Мол, должны в выборах участвовать кандидаты, которые способны представить программу развития региона, пользуются поддержкой населения. А еще нужно, сейчас я процитирую, отсекать деструктивные элементы. Я прошу тебя прокомментировать вот это все. Во-первых, давайте поговорим о деструктивизме, которым, по мнению великих психоаналитиков, начиная с Фрейда и заканчивая более юными, собственно говоря, подвержено любое человеческое существо. То есть внутри каждого сидят какие-то элементы деструктивной психологии. То есть вот, да, это склонность к какому-то разрушению. Важно, чтобы они были в норме. Норму определяют психотерапевты, насколько я понимаю. Ну и мне кажется, что брать на себя такую функцию депутата МОЗС не совсем может быть даже как-то корректно. Вот. Потом здесь, конечно, сильно припахивает шовинизмом, если уж мы говорим просто о конкретных формулировках. Ну, человек, который не состоит ни в какой партии, он, значит, по мнению, собственно говоря, инициаторов законодательной инициативы вот этой, да, этого законопроекта, не может обладать никакой программой. Ну, мы знаем, что все гении, в общем, по определению были одиночки. Но вот нет такого массового мозга, который бы мог, скажем так, сравниться с гением одного человека. Поэтому, ну, не совсем, и я допускаю, что люди, которые достаточно талантливые, может быть, просто умные, может быть, имеют какие-то взгляды на то, как обустроить, собственно говоря, нашу область, они могут вполне себе по идеологическим причинам не состоять ни в какой партии. Ну, потому что это немножко групповой бизнес такой партии, да, то есть не все склонны к коллективизму. И зачастую не очень чистый. Ну, в общем, да, ты должен подстраиваться, конечно. В этом есть смысл определенный, но на самом деле, конечно, не очень такое. Ну, кому-то это может претить, правильно? Не очень корректный законопроект, если мы говорим об этом. Ну, вот так мягко, если. Вот скажи мне, пожалуйста, тебя не раздражает то, что депутаты пытаются решить за нас, из кого нам выбирать? Ну, то есть, сейчас я закончу мысль свою. Тут, конечно, сказал Владимир Быков в нашем эфире, что в Кировской области зарегистрировано 72 партии, но на самом деле крупных у нас раз, два, три, четыре и обчелся. Вот сколько членов состоит в этих крупных партиях? Ну, я не знаю, 100 тысяч человек, 200 тысяч человек. Почему они должны решать за всю область, а за кого нам голосовать? И с кого нам выбирать? Ну, на самом деле, они давно это решают, и область вполне себе молчала. Возьмем давай с тобой устав города Кирова, согласно которому уже давным-давно мэры выбирают не жители города, а депутаты, которых жители города, собственно говоря, как бы выбрали. Вот эти 36 человек, там я язык стерла в свое время, когда это все происходило, говорить о том, что почему 36 человек, часть из которых достаточно случайно туда попала. Ну, опять же, случайность это такая понятная, то есть, кто-то где-то не доголосовал. Это проблема, собственно говоря, самих людей. Нужно ходить на выборы, нужно выбирать. Если ты реально доверяешь этому человеку, то почему бы и не делегировать ему право выборного голоса, да? То есть здесь надо просто тогда более внимательно подходить к выбору, собственно говоря, этих людей, которые будут потом принимать решения. Ну, вообще, эта идея ведь не нова, да? Условно говоря, в Америке тоже выборщики, да, принимают участие такое конкретное в выборах. Это ведь не выбирает там большинство, прям большинство, большинство. Другое дело, что они вынуждены прислушиваться ко мнению народа. В нашем случае это не совсем так, к сожалению. Ну, то есть тебя вот эта вот история человеческим языком не бесит, да? Ну, не бесит. Не бесит. Здесь есть момент, конечно, такого... У тебя был вопрос, по-моему, да? Не кажется ли мне, что это скажется на репутации главы региона, да, у которого как бы искусственно снижают конкуренцию? Конкуренцию, да, ну, потому что создаётся такое впечатление, да, как будто кто-то очень сильно боится, что при честной конкуренции за текущего в Рио не проголосуют. Вот, на мой взгляд, я проанализировала вот эту ситуацию, это, на мой взгляд, это не сказывается на репутации Игоря Васильева, на мой взгляд, но это очень серьёзно сказывается на репутации депутата ОЗС Сергея Редикина. Вот я бы так сказала. Со всем уважением отношусь к Сергею, я его хорошо знаю, это замечательный человек, но вот в данном случае, в моём понимании, очень личностном, это вот скорее сказывается на его репутации, чем на репутации главы региона. Ну, слушай, то есть ты всерьёз считаешь, что это личная инициатива Сергея Александровича, что вот он по своей собственной инициативе понёс в ОЗС этот законопроект? Ну, почему-то никто другой не понёс этот законопроект, возможно, это не его личная инициатива, но почему-то никто другой его не понёс туда? Ну, ты не считаешь, что ему сказали сверху это сделать? А что значит сказали сверху? Ты всё делала, что тебе сказали сверху? Я не состою в ОЗС, слава тебе, Господи. Я говорю сейчас о репутации. Если человеку можно сказать сверху, и он пойдёт и будет делать то, что ему не кажется правильным, то это... Ну, подожди, ты только что говорила про партийную дисциплину и вот все нюансы партийной истории, партийной системы. Мы же все понимаем, что у нас в партиях, как в армии. Если все голосуют, то все голосуют вне зависимости от того, согласен ты или не согласен. Я не думаю, что здесь всё было так ужасно-жёстко. Я думаю, что внутреннее понимание человека ситуации должно совпадать с тем, что он выдвигает в качестве законотворческой инициативы. В противном случае, вообще не понимают, что за депутаты у нас там. Ну, прям хоть сколько-то это должно совпадать, да? Ну, есть вещи, которые ты вот не будешь делать, и всё, потому что ты так не думаешь. А есть вещи, которые тебе кажутся вполне себе разумными. Я думаю, что в этой ситуации это совпало. То есть, скорее всего, как ты говоришь, там, было какое-то решение там или партийное, или какое-то сверху, да, скажем так, рекомендация. Но, наверное, она совпадала с его пониманием ситуации, раз он выдвинул эту инициативу. Хорошо. Ты считаешь, что там имиджу в Рио-губернаторе это никак не отразится на нём, а на нас, как на регионе? Отразится это? На имиджу региона? Нет. На нашей жизни, на нас с тобой. Слушай, ну, если бы мы могли предположить, что найдётся какой-нибудь супер-самовыдвиженец, мегамозг, который прям там каким-то образом чудесным переменит жизнь в области, и вот ему закрыли доступ к, собственно говоря, к выборам, да? Ну, во-первых, если он такой мегамозг, то он, наверное, придумает, как найти себе этот доступ, ну, как вариант, это, во-первых, вот, а во-вторых, ну, я вот чё-то так не думаю, что прямо что-то как-то радикально изменило бы результаты выборов. Вот. Здесь у меня иллюзий таких вот нет прямо. Ну, хорошо, ладно. Последний у меня вопрос про фильтр. Сейчас самовыдвиженцы должны собирать подписи. Собирать их достаточно сложно, там много правил, их часто бракуют эти подписи. То есть это уже такой достаточно серьёзный фильтр. Вот неужели его мало? Неужели нам нужен ещё один фильтр, такой как партийная принадлежность? Смотри, ты обратила внимание на то, что депутат, выдвинувший эту инициативу, не принадлежит к партии власти? Да. Ну, значит, эту инициативу можно и не принять, если будет реакция общественности достаточно бурной, например, да? И это не повредит имиджу главы региона и имиджу партии власти, а наоборот. Ну, например. Я с тобой согласна, что этих фильтров вполне достаточно. И реально очень сложно. И собрать подписи, и сделать это так, чтобы они были настоящими. Практически невозможно. Есть муниципальные фильтры и так далее. Ну, то есть, мы понимаем, что вполне у нас и так адекватно продумана система, как выразился депутат-инициатор, отсечения деструктивных элементов. Ну, хорошо, ладно. А читала ли ты статью коммерсанта о проверках в Росреестре? Я читала статью коммерсанта о проверках в Росреестре. Для тех, кто не читал, я вот коротко резюмирую. С 1 января 2017 года объединили две базы данных государственного кадастро-недвижимости и единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. То есть, теперь объект ставится на кадастровый учет и одновременно регистрируются права собственности на него. Вот журналисты-коммерсанты пишут, что система эта не работает, что у них есть свидетельства тех, кто внутри этой системы, есть документы о том, что вот что-то пошло не так. После чего генпрокуратура, администрация президента начала проверку. И вот, насколько я понимаю, там проверка длилась до 18 февраля, то есть должна она уже была закончиться. И мы тоже понимаем, что нарушение, да, или что-то вот то, что пошло не так, имело место при правлении Васильева в Росреестре. А ты знаешь, вот, ну, тут я бы, честно говоря, поспорила с тобой. Поспорь. А для меня это совершенно не очевидно. Не так. Давай вспомним, когда ушел из Росреестра Игорь Васильев. То есть вполне возможно, что там... 28 июля его назначили. Ну, Рио, губернатор. Прошло полгода, да, то есть за полгода система, ну, могла бы, так сказать, там, если там были какие-то... Мы же понимаем, что технологически это не так-то просто, ну, раз у них проблемы. Вот технологически, технически, я, к сожалению, не специалист, но я полагаю, что это не такая адская работа, которую нужно делать несколько лет. Я не имею в виду сейчас сбор данных, да, то есть, а вот объединение двух баз данных, Ну, интеграция двух баз, да, чтобы все работало. Это абсолютно техническая работа. Ну, в моем понимании, я, опять же, не специалист, боюсь туда, как бы, но что-то комментировать именно вот с этой точки зрения, но в моем понимании полгода при возможностях федералов, при возможности Росреестра вполне достаточно для того, чтобы это и сделать, и отладить систему для того, чтобы она работала. То есть мне кажется, что скорее здесь проблемы у последователя Василия, у нас там Виктория, не помню фамилию, сейчас как бы директора Росреестра, но мне кажется, что это уже, так сказать, никак не относится к проблемам, которые там создал, допустим, Игорь Васильев. Мне так не кажется. Я не вижу здесь следов. Ну, вот, при всем моем конспирологическом складе ума и там критичности, и попытке там поиска всяких вот ушей, которые откуда-нибудь висят, но я здесь не вижу, честно говоря, мне кажется, притянуто. Ну, у нас, конечно, нет прям, прям вот такой информации, да, которая бы сейчас подтвердила или опровергла то, что происходит, но согласись, что полгода его там нет, и за полгода не понять, что что-то не работает. Да? То есть если это сделано раньше, то за полгода можно было понять, что это не работает, и исправить ошибки. Если это не было сделано раньше, то, значит, за эти полгода они должны были это сделать, и тогда уж точно Васильев тут ни при чем. Ну, то есть здесь очень большой зазор во времени, на мой взгляд. Ну, хорошо, давай на этом уйдем на перерыв. Это особое мнение Елены Шмулевич. Через пару минут вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир на 101.фм. Особое мнение Елены Шмулевич, редактор информационно-аналитических программ телекомпании «Рынкиров». Ну что, давай про выборы в Гордуму еще немного поговорим. Слушай, я даже не знаю, что говорить вообще про выборы в Гордуму, а она такая сейчас какая-то тихая вся. Это, наверное, на фоне нового правительства она тихая. Да, она при умолку. Ну, тем не менее, Единая Россия объявила Праймерис. С 26 февраля по 27 апреля будут приниматься заявления от желающих выдвинуться в депутаты от Единой России, а затем кандидаты пойдут на дебаты, и будет вот это вот предварительное голосование, которое называется Праймерис. Мне интересно вообще твое отношение к этому инструменту. Это, вот, ты воспринимаешь как реальный инструмент для кого-то, да, неизвестного получить поддержку населения и стать депутатом? Или это все-таки просто такая предвыборная технология? Не, ну это, конечно, предвыборная технология, но при этом она совершенно не исключает того, что у кого-то, я имею в виду рядовых членов там Единой России, есть шанс каким-то образом себя проявить. Я не думаю, что у партии власти есть задача, прошу прощения, я думаю, что так же, как у всех остальных, существует определенный кадровый голод, достаточно короткая скамейка запасных, людей, которым доверяет народ, людей, которые ничем себя не запятнали, запятнали, да, и почему нет? Ну, я не вижу здесь противоречия. Ну, хорошо, вот смотри, а ты наблюдала за праймерис, которые проходили перед выборами в ОЗС? Наблюдала? Ну... Какие у тебя впечатления? Впечатления от праймерис? От праймерис. Ну, у нас так много об этом говорили, что вот предварительное голосование, но тем не менее победили в праймерис кто? Быков, Котлячков и Надежда Гурьянова. Что ты хочешь сказать? Что это какие-то инсинуации внутренние? Ну, возможно, но... Нет, я не хочу сказать, что это инсинуации. Я на самом деле не думаю, что там на процедуре праймерис были какие-то, ну, условно, вбросы, да, или вот такая вот история. Но вот мне кажется, что... Как это сформулировать правильно? Что тройка победителей не отражает реальную ситуацию. Юль, вот я с тобой согласна, но давай посмотрим, идут ли у нас, собственно говоря, люди голосовать на праймерис. Вот нужно с этого начать. Как это происходит? Если те, кто уже определился с этими кандидатурами, там, первых троек, третьих, троек, неважно. Если они в этом, в это вовлечены, во все это хозяйство, да, а остальные нет, то это проблема вот этих остальных. Мне кажется, что если бы люди включались... Я вот еще раз говорю, не вижу там какого-то противоречия между тем, что это пиар-ход, и тем, что это... Ну, лишний раз о себе напомнить, да, и тем, что они готовы посмотреть, так сказать, в резерве партии, кто там есть, да, и может быть действительно сделать ставку на этих людей. Посмотрим последние выборы ОЗС, как проходили по одномандатникам. Там, где Единая Россия не очень-то хорошо себя показывала именно в плане голосов, именно как фракционно, да, за нее голосовали, там где-то были вот моменты плюсов, где-то минусов, то в том, что касается вот одномандатников, Единая Россия забрала все, за исключением одного, да, человека, который тоже был выходец из Единой России. И это вопрос не партийной принадлежности, это вопрос, собственно говоря, людей, да, яркости тех людей, которых избирали. То есть в основном это были люди, которые, может быть, не так уж и вовлечены в партийную жизнь, не так внедрены в эту структуру, да, как, в принципе, какие-то заметные там хозяйственники или предприниматели, или, не знаю, там, учителя, я не помню сейчас там сплошной состав, да, условно говоря, но люди голосовали именно за этих одномандатников. Единая Россия не просто так их поддерживала, то есть, а ровно потому, что ей нужны такие люди. Поэтому, возможно, праймерис задумывались ровно с этой целью, а превратились в то, во что превратились, ровно потому, что, может быть, нет активного участия со стороны именно людей, которые выбирают. Ну, вот над этим начали работать. Вот я думаю, что это, в принципе, неплохой ход, да, с точки зрения технологии. И, может быть, стоит это вообще распространить. Я не вижу, почему так же не поступить коммунистам, справедливой России и так далее. Ну, если они, правда, хотят знать, кто пользуется авторитетом и на кого делать ставку. А ждешь ли ты каких-то сюрпризов от выборов городов? Ждешь ли ты, что они будут интересными? Ну, я думаю, что они будут интересными. По определению город интересен. Это все-таки большая часть избирателей. Да? Ну, вот не будем сейчас далеко уходить от темы. Это, в принципе, наиболее активная часть населения. Это основные деньги области. Ну, конечно. А будет ли правительство активно вмешиваться в формирование города? Непременно будет. Это неправильно? Ну, а почему нет? А почему нет? Вот если мы говорим о том, что это большая часть области, которая там приносит больше всего денег, больше всего голосов, больше всего... Ну, а как? Почему нет? Ну, не знаю. Я не знаю, законно ли это. Легитимно ли это? Я сейчас не готова сказать по законам, по предвыборным. Но с точки зрения логики, конечно. Я помню, ты когда-то избиралась. Куда? Это очень тяжелый был вообще. Опыт, на самом деле, я так получила. Поэтому мне кажется, что это... В ОБЗС или в ГРУЗН? У людей должно быть мужество, на самом деле. Хотя это было весело. Это было весело, интересно. Я тебе могу сказать, что, ну, во-первых, это была очень смешная история. Я была, ну, в общем, не сказать, что глупа, но близко к тому, достаточно инфантильно в этом вопросе, наивно. Я даже не подумала, даже не озаботилась. Это было такое просто очень спонтанное решение, такое вот, знаешь, как у блондинки. Я была блондинкой, по-моему, на тот момент. В общем, все как-то сошлось. На самом деле, я даже ни с кем не посоветовалась по поводу выбора округа. Да, то есть люди же очень подходят к этому, очень-очень нежно, очень внимательно, и очень-очень-очень, это важно на самом деле. Вот по моему округу шли Марат Фрэнкель, который был очень известен, ну, с ним особо проблем не было, а второй человек, который по нему шел, это был Сураев, который в своем округе был царь и бог, потому что там, не знаю, половина населения, наверное, этой дружбы работала на молочном заводе, который великолепно себя чувствовал, и понятно, что люди были благодарны ему и за работу, и за заботу, да, то есть там и социальная политика у комбината была хорошая. Несмотря на это, я могу сказать, что мы потом смотрели все эти подписные листы и результаты выборов, на тех участках, где я встречалась с людьми лично, за меня проголосовало порядка там 75%, что очень хороший результат, просто очень, что говорит о том, что люди у нас все равно выбирают человека, а не партию и ничего-то там такое виртуальное. Ты этот опыт постарить не хочешь? Не хочу. Не хочу. Почему? Поумнела? Да, наверное, это уже сняла. Не хочу, но у каждого есть, не знаю, свои... Я не вижу, во-первых, никакого смысла в этом, если честно. Вот это вот наивный... Я ведь была сама выдвиженцем, как ты понимаешь, да? Ну и чтобы я там... Посмотри, у нас даже, ну вот, ваш любимый ньюсмейкер, да, Дима Русских, который был ни в какой не в партии, вне фракции, вне политики, да, он же просто не стал больше баллотироваться, потому что совершенно очевидно, что один в поле не воин. Ну и покричала бы я о том, что его неправильно делать. Есть партийное решение, есть большинство, которое принимает эти решения, и, извините, писать против ветра, ну, в общем, не совершенно, как бы не рентабельно, ну, правда. Вот, поэтому либо надо идти с теми, кто принимает решения, и если ты с этими решениями не согласен пытаться внутри как-то людей переубедить, да, такой путь, наверное, тоже может быть, ну, по крайней мере, донести, да, будет проще какое-то свое мнение, вот, ну, а в противном случае, ну, а что там, посидеть, что ли, там, потому что весело очень, ну, вообще-то не скучно, они газеты читают. На заседаниях? Ну, да. Они, наверное, по теме заседаний их читают. Что же там написала снова Шмулевич в своих хороших новостях? Я не думаю, по кому она еще раз прошла? Я думаю, что они что-нибудь такое для себя полезное, для души может быть. Ну, смотри, у нас вот одна минута осталась, очень коротко предлагаю обсудить последнюю тему. Госконтракты на освещение деятельности депутатов УЗС. Вот, вообще, как ты к этому относишься? Это нормально, когда сюжеты или статьи про работу УЗС пишут, снимают за деньги? А вот смотри, никто же не запрещает нам, да, вот нам, журналистам, здесь я могу за себя говорить, делать это бесплатно. Вот я это делаю бесплатно. Но ты критикуешь, скорее всего, в своих сюжетах? Ну, относишься критически? Конечно, я имею на это право, потому что мне не платят за это, да? Ну, а я так думаю, что любому депутату хочется смотреть, какой он хороший и сколько он хорошего сделал всего. А ты понимаешь, если они что-то сделали хорошее, то мы хотим об этом бесплатно рассказывать. Мы вообще бесплатно хотим работать? Мы не хотим бесплатно работать. Вот, ну, вот, к сожалению, да, ну, а кто должен бесплатно их хвалить? Вот, ну, за деньги их хвалят. Важно, чтобы зритель понимал, где это вот реклама, реклама, а где это, ну, я тебе хочу сказать, что на самом деле, раз это такая важная часть нашей жизни и работы, да, освещения там, деятельности, кого бы то ни было, депутата там, не знаю, мэра города, главы региона, налоговой службы, там, не знаю, кого угодно, коммерсанта, да, который там, ну, почему это должно делать бесплатно? Просто надо это называть рекламой. Я бы, честно говоря, там просто обязала, ну, может быть, указывать, что это платный материал, чтобы это было понятно, наверное, вот, ну, с этой точки зрения. с другой стороны, например, телевидение, крайне затратная статья, да, если мы выезжаем куда-то, посмотреть, как они там работают, особенно, если это на выезд, там, ГТРК ездит в районы области и так далее, и так далее, ну, это просто затратно, ну, кто-то это должен оплачивать. Если нам это неинтересно, то мы туда не поедем, то получается, что либо они должны делать очень все интересно, ну, и при этом все равно нарываться на критику, либо, в общем, поэтому я считаю, что, заканчивая свою мысль, что вообще неплохо бы всем предусмотреть какие-то расходы, ну, это часть нашей жизни. Другой вопрос, как эти расходы там распределяются, как это воспринимает зритель и читатель, да, тоже, там, насколько он верит в это и обязан ли он верить в платный материал. Но это другая история, это уже история журналистской этики, а не того, что там есть какой-то фонд на оплату вот этих вещей. Ну, вот на этом нам, к сожалению, придется закончить, потому что время вышло, это было особое мнение Елены Шмулевич, редактора информационно-аналитических программ телекомпании Рэнкиров и автора нового проекта «Хорошие новости» на портале Ньюслер. Спасибо за эфир. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго и до свидания.